Первый летний кубок по Волжье по теннису на колясках прошел в Самаре. На аккорд вышли участники проекта пара теннис. За награды сражались 8 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в абсолютной категории из Барнаула, Энгельса, Тольятти и Самары. Хозяева турнира выставили 5 юных теннисистов. Родители начинающих пара спортсменов от мероприятия остались довольны. Признаются, для них важен олимпийский девиз. Главное не победа, главное участие. Победы будут, я думаю, впереди, потому что дети занимаются, очень нравится, Артему очень нравится. И я думаю, мы в дальнейшем будем заниматься теннисом. Детям было достаточно интересно. Теннис очень помогает, развивает детей, объединяет, то есть они находят новых знакомых, друзей. Это очень интересно. Что-то для таких детей это очень важно. Без наград никто не остался. Все 8 участников получили призы и подарки. Кубок по Волжье выиграл спортсмен из Барнаула Александр Ставских. Второе место у Романа Даулетова из Энгельса. Бронза у самарца Ильи Куренкова. Это первый у них был соревновательный опыт какой-то для них. Это было, наверное, знаете, как я сейчас сказать, это и желание попробовать что-то новое, но это для них праздник в первую очередь. Какое-то ответвление от обычной серой жизни. То, что они испытывают эмоции, приходя сюда на какие-то виды другие спорта, хоккей, кто-то на плавание ходит. Это колоссальные эмоции, как они отсюда выходят. Это их жизнь. Это уже третий региональный турнир. До этого кубок разыграли в Москве и Казани. Финал соревнований пройдет в октябре. Абсолютный чемпион определится среди 16 лучших теннисистов на колясках. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.